Ну что же дорогие друзья, вот и прошел турнир UFC 258. На самом деле карт тянул больше на какой-нибудь файтнайт, чем на мирной ивент, но что есть то есть. Прошел наконец одолгожданный поединок Камару Усмана и Гилберта Бернса, и еще бой Кельвина Гастлума, который испытывает в данный момент не лучшее время в карьере. Окей, все по порядку. Друзья, с вами Страйкер, и сегодняшнее видео будет посвящено разбору главного поединка UFC 258 между Усманом и Бернсом. Постараемся понять, что же произошло. Ну и поговорим еще немного о других боях. Погнали! Камару Усман был максимально злым перед этим боем, и даже во время него, не пожав Бернсу руку. Видимо для чемпиона этот поединок стал чем-то личным. Первый раунд складывался отлично для Гилберта. Изначально он неплохо сконтрил джеб Усмана, ответив ударом справа. И вроде как третья пятиминутка окончила это представление. Усман меняет стойку и роняет в очередной раз Бернса силовым джебом. На этот раз бразилец не восстановился от пропущенного удара и был финиширован чемпионом. Камару Усман успешно защитил поиск чемпиона UFC в полсеннем весе. Окей, теперь по порядку, почему так произошло. Начнем с самого главного. Почему Усман не боролся. У меня есть два варианта. Первый. В этом не было необходимости. Второй. Лагерь Камару строился именно на этом. В первом варианте нигериец как бы готовился к тому, что будет клинчевать и приводить Бернса. Но увидев, что в стойке он выглядит не хуже, а как мы поняли даже лучше претендента, решил дальше развивать свой успех там. Во втором варианте же все проще. Бернс опасный джинсер и как мы видели по ходу встречи, сам Гилберт зазывал нигериться в партер, чтобы накинуть там сабмишн. Усман скорее всего был готов к такому течению обстоятельств и предполагал его, поэтому не строил свой геймплан вокруг одного только клинча и перевода в партер. И еще хотел бы добавить от себя, что почти год Камару тренируется в другом зале с Тревором Виттманом, тренером Джассина Гэджи. Как мы помним, Гэджи это базовый борец, но Виттман взял его к себе в самом начале его пути в ММА и сделал из него опасного нокаутера. Возможно, что подобный сценарий случился с Камару, учитывая определенный талант и естественно тяжелую работу. Усман смог за этот год весьма неплохо потянуть свою ударку и в первую очередь ударную мощь. И учитывая его встречу с Ковингтоном, в декабре 19-го у Усмана и так была более-менее солидная ударка. Виттман же, как настоящий кузнец, отточил этот навык еще лучше. И теперь же, почему Бернс постоянно шатался и падал от джебов. Перед их встречей я пропустил очень серьезный момент, который сыграл главенствующую роль в поединке. Размак рук Усмана на 13 сантиметров длиннее. В некоторых моментах встречи, когда происходил размен, Бернс просто не дотягивался до Камару и бедолага промахивался всеми ударами или бил в блок. Во время просмотра я кричал, чтобы он этого не делал, но, к сожалению, я не его угловой, да и думаю, что они ему говорили то же самое. Ведь чем больше ты промахиваешься, тем больше ты устаешь. А учитывая урон, который он накапливал от каждого попадания Усмана, его кардио лучше не становилось, уж точно. И следующее, почему Бернс падал от джебов. Следующая информация взята из замечательного паблика в ВК, Ночь в клетке. Советую перейти туда и посмотреть другой контент, потому что такие интересные интервью или статьи там проскакивают неоднократно. Ссылка в описании. Рошад Эванс в преддверии поединка рассказал, за счет чего Камару можно добыть победу. И все сложилось в точности, как он и говорил. У Камару 13 сантиметров преимущество в Ричи над Гилбертом. Это очень важно, потому что Камару бьет в основном прямые удары, а Гилберт фланговые и размашистые. Прямые удары доходят быстрее, и когда у тебя длиннее руки, это очень сильно играет. У Бернса такая манера движения, он двигается резкими мини-прыжками, постоянно прыгает, когда хочет сократить дистанцию для удара. Дэн Хукер это мастерски использовал и просто разобрал Гилберта. У Камару очень хороший джеб, и вот такие сокращения дистанции против него за счет взрывного прыжка очень опасно, потому что можно напороться на прямой удар. Гилберт либо прыгает, либо сам ждет, чтобы сконтрить левым хуком. Взять меня, самый сильный удар в карьере, который я пропустил, это джеб от Дэна Хендерсона. Я также в стиле Бернса напрыгнул и съел этот джеб. Было очень неприятно. За счет ударов, распрямленной рукой, во весь Рич и разница в 13 сантиметров, у Камару будет серьезное преимущество. Все так и сложилось. Бернс пробивал лоу-кик, и за счет Рича Усман просто мгновенно контратаковал бразильца, из-за чего и послал того дважды в нокдаун. Преимущество в размахе сыграло очень важную роль в этой встрече, и все-таки думаю, что в последующих разборах нужно брать это в учет. В принципе, я угадал фаворита, выбрав Камару, но я считал, что нигериец добудет победу по-другому, и вообще решением. Но Усман достаточно удивил победив в этом бою нокаутом. Кстати, верите или нет? Но мне сегодня приснился этот исход, прям в точности. В моем сне Усман уронил в нокдаун Бернса и добил. И изначально не было понятно, кто есть кто, потому что они были там похожи. И это идет отсылка к первому раунду, где Гилберт уронил того в нокдаун. И я сейчас реально не вру, и не пытаюсь выставить что-то неверное за действительность. За минут 10, наверное, до боя, я выложил в истории инстаграма, кстати, подписывайтесь, ссылка в описании, там очень круто, что мне приснился нокаут. И как видите, это произошло. Да уж, безумие полное. Мне еще нокаут Конора с Парье приснился, где Дайсин его нокаутировал, но я не хотел в это верить. И как выяснилось, мой сон сбылся. Я прям как Ванга какая-то. На самом деле, я думал, что нужно разобрать еще какой-нибудь бой с Карда, но главный поединок вышел достаточно интересным. Поэтому все остальные блекнут на его фоне. Даже встреча Гастулма прошла достаточно вяло. Кельвин все раунды использовал борьбу, и именно за счет нее забрал эту встречу, свою копилку. Кстати, хотели бы какой-нибудь видос, связанный с Усманом? Боже, не думал, что я когда-нибудь скажу это. Потому что старички канала знают, что я его недолюбливаю слегка. Но этот перформанс меня реально впечатлил. И да, я как лор решил закинуть идею видоса про него. Но это просто идея. Окей, друзья, а как вам главный бой и вообще турнир? Давайте обсудим все в комментариях. Друзья, также советую вам заглянуть в мой инстаграм и подписаться. Там мы ежедневно проводим прямые эфиры, шутим и рассуждаем на различные темы. Кстати, думаю, что буду перед каждым турниром выкладывать свои прогнозы на бои. Поэтому залетайте туда. Стараюсь также отвечать всем в директе. По возможности, конечно. Ну что же, дорогие друзья, а на этом наше видео заканчивается. Если ролик вам понравился, то пожалуйста поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь видео с друзьями. До скорых встреч, увидимся в следующих роликах.